Татьяна Колотилина – председатель территориального общественного самоуправления Тимуровский. Ее трудами в ТОСе появились массажеры и тренажеры – полноценная комната здоровья для жителей микрорайона. Клубы все стали платные, те же самые тренажерные залы, какие-то куда-то пойти, куда пойдет. Человек стесняется в возрасте куда-то пойти, а здесь они более-менее одного возраста. И стараешься их досуг улучшить. Для пенсионеров все бесплатно, потому что Татьяна неустанно участвует в грантовых конкурсах. Конкуренция серьезная, но она выигрывает. Несколько грантов от город-администрации, спонсорство различных фондов, а сейчас она нацелена на президентский грант. В последнее время она выиграла грант на 500 тысяч, приобрела вот это оборудование, так сказать. И сейчас у нас, конечно, сюда приходят не только эти люди, которые относятся к нашему ТОСу, приходят абсолютно все, абсолютно много. Даже слишком много, так что здесь уже становится тесно. Чтобы расширить пространство, Татьяна объединила разные силы. Само помещение выделила администрация города. С ремонтом помогут депутат Гордумы Светлана Бачкова, строительная компания «Союз», управляющий компанией «Крона» и «Октябрьский». Первостепенная задача – окна. На их замену и установку требуется несколько десятков тысяч рублей. За поддержкой Татьяна обратилась к депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву. Там они сейчас деревянные, где-то вообще в одну раму. Там стекла даже нету, фонерка стоит. А, ну то есть там вообще-то… Ну вообще ужасно. Вообще ужасно. Давайте сработаем, тем более вот тут уже объединили много кого. Депутат решил помочь и выделить средства на окна. По его словам, подобные инициативы необходимо поддерживать и поощрять. Действительно, ТОС Тимуровский за это время стал такой точкой притяжения. Для целого района, не только для тех людей, с кем она лично знакома. И действительно, у ней всегда активная жизненная позиция и всегда в наличии замечательной идеи. Поэтому, на мой взгляд, именно таких людей нужно сегодня поддерживать. К концу осени обновленное и теплое помещение уже откроют. И, видимо, на этом Татьяна не остановится. Все ради людей. Илья Кочетков, Андрей Дреер, Николай Шилко, Алексей Фризин. День с толком.